вот и вы видите как получилось именно черешня с ее скороплодностью и как сказать раноплодности скороплодность имеет два значения скороплодность от время посадки или скороплодность от весны так вот посмотрите на это чудо вот это сибирь то есть гены черешни заработали и это не всегда ну и скажите что это не интересно вот скажите да мне это не интересно а мне скажите интересно что-нибудь другое, например фундук у меня есть здоровенное дерево лещины которое является фундуком сеянцевым или фундуком как бы я выразиться, фундуком диким лещина она там, 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 далековато а это купил в Москве и, к сожалению к огромному сожалению она до сих пор не дала ни одной ягодки и, похоже, не даст явно у нее сережки замерзают сильно рано ну и вот, наконец вот она вот она, шелковица вот я ее по-новому раскручиваю, потому что я имею право посмотрите посмотрите кстати, видите, вот эти мертвые ветки это из-за того, что я обрезку делал черенки продавал и сейчас продаю давайте посмотрим на урожай жалко здесь плохо видно она еще зеленая вот когда она покрасняет вот не, ни черта вы не увидите ее очень много тут давайте с другого края глядим с другого края вот вот соседям повезло вон она свесилась вон она ладно что будет раньше сидим или я успею сфотографировать посмотрите так посмотрели вот такие приросты смотрите сейчас покажу вот такие веточки я продаю вам вот каждая такая веточка вот вот видите вот такая вот стоит 200 рублей с нее можно взять 3 черенка кто-то может вдохи 34 но лучше 3 и получается вот одна веточка вторая вот те короче покороче вот эти то я их продаю одна за две то есть получается вместе они дадут 3-4 черенка точно и таким образом я немного заработаю летом надо деньги почему-то летом тоже никто нас как говорил этот в анекдоте по пути к коммунизму никто кормить не собирается не собирался так ну что еще показать в принципе батарейка разряжена она в любой минуте остановится вот когда-то снова вишня снова черешня вот она черешня как обидно вот все что выше 2-3 метров все достается птицам но я не собирался ее делать низкорослой мне главное было не это мне надо было доказать я доказал что черешня в Сибири жить может но это особая черешня черешня боднара раз вот привита на мою сибирский штамба вишни 2 вот адаптирована и смотрите что получается например я пробовал желтую черешню тоже боднара черешни желтая драгана вот я показывал 15 лет назад телевидение приезжало у меня есть это на диске даже желтая черешня угощала ну и все от нее осталось желтой черешни вон тут пень а вот это вот подбойная вишня вылетла и что я сейчас жду она красная и должна быть красной но если она окажется желтой то проньте мне в глаза если это не вегетативный гибрид вегетинговизация это мой конек это возможности необыкновенно у меня есть фотография опять смотрите вот это вот толстый штамп это черешня вон она видели а вот это вот обросла интересный плодик да вот посмотрите как это вы елки-палки ну ну надо же такому быть вот такой вегетативный гибрид вот так это же тот самый я сейчас только сказал это же есть это самое желтая драгана она это привитая и так желтая драгана мертва только сейчас увидел это для меня праздник 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 вот подвоенная вишня и только сейчас я на ваших глазах заметил смотрите ем мое гибрид вегетативный гибрид ну что плевать мне в глаза не будете вот он вегетативный гибрид Вот он, вот он, вот он, вот он. Боже мой, праздник, праздник, праздник. Ой, как меня все, это... Довольно меня оскорбляют. Нет. Они не оскорбляют, они меня называют металлургом. Ну, каким-то оттенком презрения. Ребята, это праздник, пусть одна... Это ласточка или не ласточка? Первая. Честно, не знал, клянусь богом, я сейчас только увидел. А как я вам хотел сказать? Я жду, когда они пожелтеют, они покраснеют. А если пожелтеют, то биге гибрид. А потом работа с ними, а потом, представляете, их вырастить. И можно получить двуцветное, желтое, красное, все. А гена черешня, это ведь и вкус, а? Фу, все. Праздник, праздник, праздник. Праздник, праздник, праздник. Разделите со мной этот праздник, ребята. Вот. Вот. Ну, иж подходил же, не видел. Ну, клянусь богом, не видел я этого, а? Не видел. Все, еще пока это батарейки моргают, ну, смотрите сюда. Итак, черешня. Ну, это та самая. Боднера. Вот, она то ли инская, то ли какая, но я называю красной. Так. А вот это снизу пошли отводки. Видите? С этого самого. От, 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 по двое. Вот они. Один, два, три. Так вот. И у меня есть фотография. Я, может быть, где-нибудь на вебинаре специально покажу ее. Если пошарится, у меня их тысячи. И вот там, именно вот эти вот, на отводках, на вишневых плоды, в два раза крупнее и вкуснее. И стоит два человека, вот тут и внимательно смотрят, я фотографирую. Это Дускобилов еще один ученый. Вот. Я говорю, вот посмотрите, вот доказательства, вот повода. А потом один был случай у меня, когда мне не поверили. Вот. И кто докажет? Я тогда позвонил Дускобилову, говорю, это самое, Туршун Пулот, дружище. Вот. Ты провел столько лет в моем саду. Ты моя совесть. Я имею право моральное давать твой телефон, когда меня будут обвинять или просто не доверять. И он сказал, да. Вот так вот. Ну, а здесь все. Здесь выпилены. Вот они, свежие пни. Вот. Горько говорить, но манджурские абрикосы. Этот был выпилен месяц назад, этот был выпилен на днях. К сожалению. Надо освобождать место, место, место. Кстати, интересно, и вы знаете, как я люблю разбрасываться. Полюбуйтесь. Думайте, то что? Грибы? Вот. Видите? Как их ненавидят. А знаете почему? Даже не так. Не то, что ненавидят. Но если перекопать эту почву, она потеряет что? Эта почва потеряет плодородие. А они этого не знают. Уничтожить всю подземную цивилизацию. Она-то... Вот полдерева живет под землей. Я уже отплёкся на другую тему. Там полдерева, там гигантские площади, там гигантские километры-километры ходов. Аэрация, вентиляция, канализация. Там живут грибы, которые сотрудничают с этим деревом. Значит, откуда? Вы знаете, в прошлом году какой урожащий тут был. Тут был ковёр из груш. В этом году ещё видно, что ещё как бы не видно. То есть вы видите потом, что опять будет ковёр. Вот это я хотел момент сказать. Продолжение следует...